Добрый день, друзья! С вами канал Даля от города и я Нина Коновалова. Сегодня я хочу с вами поделиться приготовлением одного очень вкусного блюда закуски зеленых помидоров. Я знаю, что многие из вас любят зеленые помидоры консервированные либо в каком-то пекамотном маринаде, но мало кто знает, что зеленые помидоры можно тушить. Дело в том, что в этом году, в сентябре, на дне поселка проводился конкурс «Блюд, где присутствует виноград». И мое блюдо, консервированные помидоры с виноградом, победило. Кстати, я выкладывала эту консервацию, я также выложу ссылочку. И мне в качестве приза подарили набор книг грузинской, украинской, русской и итальянской кухни. Как будто подгадали, что именно эти кухни я просто люблю и почитаю в нашей семье. Но итальянская кухня так мучаются и едят, а вот русская, грузинская и особенно украинская, это, конечно, то, что в нашей семье почитают. И вот тушеные зеленые помидоры в качестве закуски взяты именно из грузинской кухни. Сейчас я вам все покажу. И, конечно же, в конце я расскажу, как поживает Боря. Уж очень многих моих подписчиков интересует вопрос. Я обязательно вам покажу, как же живется Боря в нашей семье. Итак, приступаем к приготовлению закуски зеленых помидоров. Я, конечно, немножечко видоизменила это блюдо, поскольку у нас не очень, все-таки, почитают слишком острое. Поэтому я сделала это блюдо менее острым. Нам потребуются зеленые помидоры, морковь, лук репчатый, зелень, какая у вас есть в данном случае, у меня укроп и кинза, чеснок, красный перчик, значит, сладкий и непосредственно масло растительное, значит, для обжарки. И если вы предпочитаете острые блюда, тут вам потребуется, значит, острый перчик красный, можно молотый. Количество ингредиентов я дам вам в описании, но вы можете немножечко видоизменять согласно вашим вкусовым предпочтениям. В посуду, где вы будете проводить обжарку, либо это может быть сковородка, либо вот такая вот, как у меня, значит, ковшик, наливайте немножечко масла растительного и отправляете нарезанный лук. Лук необходимо пассеровать до золотистого цвета. Периодически, конечно, лучше помешивать. Пока пассеруется лук, нам необходимо помыть помидоры и другие овощи и нарезать. А помидоры режем пополам и потом такими вот маленькими дольками. Морковь сначала режется вдоль, а потом маленькими дольками. Небольшими кусочками нарезаем красный сладкий перец. Опять же говорю, если у вас нету красного, есть желтый, зеленый, пожалуйста, видоизменяйте, ничего страшного не произойдет и на вкус это не влияет. Рубим зелень и рубим чеснок. У нас пропассеровался лук. К нему отправляем зеленые помидоры. Отправляем нарезанный перец, морковь. Накрываем крышкой на 20 минут. Огонь должен быть медленным. Через 20 минут солим. Добавляем рубленую зелень, рубленый чеснок. Перемешиваем и тушим еще 5 минут при закрытой крышке. Ну вот и все, блюдо готово. Подается в холодном виде, как закуска, либо как гарнир какому-либо мясному блюду. Ароматная, нежная, вкусная и необыкновенная. Для русской кухни непривычная. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Многих из вас интересует вопрос, как же поживает Боря. Вы знаете, я не знаю, как поживает Боря, зато знаю, как прекрасно себя чувствую я. Да, конечно, мне приходится кое-что поднимать на стол, чтобы Боря было легко убирать. Но это по сравнению с экономией времени ничего не значит. Боря идеально проходит все углы. Посмотрите, он идеально убирает. Ну, конечно, влажную уборку никто не отменял. Но он возвращается на такие вот, знаете, более загрязненные места. Особенно Боря помогает мне, когда, допустим, идет ощупь птицы и волей-неволей в квартиру попадает пух. Вот, смотрите, мусор валяется. Сейчас Боря уберет его. Видите, мусора нет. Боря большая умничка. Я его обожаю. Хою, лелею, протираю с него пыль. Соблюдаю все рекомендации по уходу за моим маленьким товарищем. Каждый раз возле входа он по нескольку раз убирает. Видимо, понимает, что и здесь самое грязное место. Мы, конечно, Борю очень любим, но не любит его наш кот. И прячется вот сюда. Это кладовка наша. Ну все, мой маленький друг закончил уборку и он поехал к себе домой. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok